Да что ж такое, я падаю просто уже. Я намазала сыр. Ну, что ты хотела мне сказать? Сейчас ты живешь по правилам тогда. Что ты никому не делаешь плохое? Я ничего не имею против мужчин. Скорее, Крис, бежим! Всем привет, доброе утро, доброго дня, мои хорошие. У меня сегодня столько планов. Мне нужно сегодня позавтракать, а потом, потом пообедать. Ладно, на самом деле, на самом деле, сюрприз! Привет, не верьте ей. Не верьте, не прости. Сюрприз — это когда ты не знаешь, что... А когда ты открыл сюрприз, а там ты уже знаешь, что это не сюрприз. Подожди, но они же не знали, что ты у меня в гостях. Не говорила. Как? Когда я не говорила? Не говорила. Я только влог начала. Привет, девочки, доброе утро. А в предыдущем что-то не говорила? Я не верила до конца. Ты же такая, сказала и всё. Шлёпнула и всё. Шлёп на ногах? Шлёпнула. Шлёпнула, я приду и всё такая. Я не пришла. Сюрприз. А вот поэтому сюрприз каждый раз. Это девочки к тому. Всё, я никогда ничего не жду до конца. И в этом мне помогают мои друзья. Не видно? Там, кстати... А, ты в шортах же, я думала. В трусах, в шортиках. Вот. В этом мне помогают мои друзья, которые всё время шлёпают. Шлёпают. И всё в этом. И я уже поняла. Ай, что ж надо тут дождать? И всё время сюрприз. А потом такая бегает. Ай, подожди, подожди. Я не одета. Крис приехала сегодня ко мне в гости. Всем привет. Вот. Сейчас она монтирует видосик для вас. И я... Что я-я-я-я-я-я? Я сейчас жду. У меня будет обучение. Через часик. Потом мы покушаем, да? Может, раньше покушаем? Давай сейчас покушаем. Ты уже проголодалась. Я Кристине хочу. Вот у меня как раз осталось. На две порции блюда вот того. Но мне можно сразу две порции. Не. Да не, я ходил, честно. Две порции. Еще две порции. Там такая вкусняшка, блин. Пополам. Так. Что? Говори. Пополам. Пополам. Хотела всё сама? Сюрприз. Там уже пусто. Блин, у меня такие звуки. Там я просто сижу, вот видите, как я сползаю с этого. И там такие звуки. Да ладно, ты гороха высупьела, я ж то знаю. Опять ты всё спалила. Сюрприз. Видео-сюрприз. Так, что я хотела сказать. Мы хотим видео совместное снять. Да? Да. Сейчас ты просветишься сначала. Я думаю, что бы нам снять интересненького. Идей много, конечно. Просто завал идей. Что вперёд снимать, не знаю. У нас романтик, у нас тут свеча. Да, очень красивая свечка. Кайф? Да, очень. Вот эта вот синяя... Лава. Кстати. Лава-лава. Ну, по крайней мере, не помню, когда у вас что-то внутри вот так красиво синяя, да? Гжель. Гжель это чё? Ну, гжель это такая белая на синем, знаешь, такая роспись. А, поняла, да. Какие дела? Ну, чё ты вообще расскажешь? Как у тебя дела? Как жизнь? А то тебя не видят девочки и говорят, где Кристина? Вы опять поссорились. Да нет, просто всегда почему-то, да, на осень выпадают такие моменты. Ну, не всегда, но частенько, особенно вот под конец года. У меня всегда вот, особенно в финансовом вопросе, мне уже это прям бесит. Почему? Затруднительный момент. Вот осень и... Сложный период. Да. И сейчас же я потихонечку занялась. Ну, не лично, я... Кажется, вроде, ой, там-там, нифига, вот это до сих пор пыль. Вот сейчас, вот сегодня-завтра уже вроде бы не должно быть пыли уже. Плиточник приступил, да. Кусочек проложил там, вот начал уже. Да нет, пока плитку будут тебя класть, у тебя будет пыль. Её же режут вот это. А, в туалете он говорит, можно, чтобы я на улицу не выходила? Я говорю, ну, заходите в туалет. В туалете он. В туалете ты тоже ещё не оборудовалась. Какой хитрый рабочий. У меня тут один мой дросс и никто же так персонаж. Да чё ты такой, он говорит, сыграл на том, что нет ремонта. Да ну а что, чё вы выходили? Очень много пыли. Просто. Не, ну вообще, да, там ремонта нет. Чем улицу по холоду убирать, лучше в туалет убирать. Да, да, улицу. Он говорит, я просто буду выходить, тут распарился, бегать, вот эту дверь клацать. Пусть там, каждую плиточку пусть. Клацать. А мне нормально, кстати, тут сижу. Пинг, секси, секси пинг. Разврал. Да что ж такое, я падаю просто уже. Слушай, вот я сейчас ехала к тебе и не могла понять, сколько мне лет. Вот я просто, ты подтверждаешь. Слушай, вот вообще мои мысли, что сколько нам лет? Сколько тебе лет? Не надо говорить. Сколько мне лет? Слушай, я ощущаю себя на свой возраст. У меня в нумерологии написано, что я девятую жизнь проживаю с 12 окажется. Я мудрая по этому. Всего-то девятую? В смысле, всего 12. Я вообще-то уже триллион бесконечную жизнь проживаю. Чего такого быть не мудрее? Я мудрее тебя на триллион раз. Да ты что, с до нашей эры что ли? Ты всего лишь девятую? С донейшен? Конечно. С бесконечных времен перерождаешься. Вот, поэтому я ищу спонсора. Спонсора программы? Ну почему? Всем что-то дарят, всем что-то дают. А мне ничего не дают. Тебе вселенная подарила тебя. И меня. Вселенная вселенная. И хватит. Ты хочешь большего? Ну вообще да, я согласна. Нет, я рада. Вот человечество. Вот человек, да? Такой ненасытный. Не-не-не, все хорошо. Наоборот, я пытаюсь сейчас жить в моменте, учиться. Вот, смотри, у нас момент шикарнейший. Я каждую секунду вот так вот, когда начинаю угнать мысли, а потом вот так, потрогаю, как хорошо. Сейчас я тебя накормлю, офигеть. Сейчас. Пошла греть. Сейчас. Пошла греть? Не надо? Да, в Таиланд только я хочу. Начинается. Вот, понимаете, я ей вкусняшку предлагаю в моменте, говорю. Сейчас ты расслабишься, кайфанешься, она мне в Таиланд хочу. Вот и все, вот и все, понимаете? Вот эти вот желания бесконечные. Отравляют нам жизнь. Ну давай, Кристюша, запрог. Я уже картошечку попробовала, очень вкусная. Тут лучок, я смотрю. Да. А ты любишь сердечки вообще? Да. Я тоже люблю, я так за ним соскучилась прям. Ты ешь? Это вот мне очень нравится тоже штука. Остренькая, да? Остерки, да? Сыр альметы твороженый. Это листья салатика и лаваш. Вот сейчас я хочу сделать рулетик. Все это закатать в рулет и поесть на ночь. Ты готова, Кристюшенька? Есть, 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 есть. Ну, поехали. Итак, первое, что мы делаем, мы намазываем сюда наш сыр альметы. Значит, смотрите, я намазала сыр вот этот вот, сверху положила вот так вот кусочек рыбки. Сверху положила листья салата. Сверху положила листья салата и сейчас я все это заверну. Подаем это нашей Кристине в таком виде. Она сейчас попробует и скажет, скажи, пожалуйста, что там хватает, не хватает. Ой, стой, стой. Я разрезала Кристине, смотрите, как это. Ты знаешь, зачем она это сделала, она пока резала у меня сегодня... А ну-ка давай попробуем, мне интересно, скажи, может быть, чего-то не хватает тебе, я тебе добавлю. Кусай прям сразу. Я вот вижу, что мне бы еще надо больше беленького чего-нибудь. Любишь ты все это пожирнее. Какое вкусное. Я не буду там есть это антаркс. Аккуратно, смотри, там могут быть косточки, я повытаскивала, но могут быть, мало ли, это все-таки рыба. Лучше бы там был жемчок. Ну и что, не хватает сыра еще? Нет, а тебе есть что-то есть? Я сейчас попробую. Сейчас я сделаю. Вкусно очень, божественно, слушай. Сейчас сделаю такой же, проверю тебя. Лучка. Я бы гостям взяла поэкономнее, а то обожрутся. Ну прям, сирена не пожалела, я сейчас смотрю, режет по полу, мать, а рыбы. Рыбы немного? Ну, прям то, что надо было. Хорошо. Ну, что ты хотела мне сказать? Ну вот, вкусный был пеперпород, вкусная шоколадка. Без сахара, кстати. Нет, уменьшенное количество сахара там. Знаете что? Ты вообще читала обложку? Да. Украли сахар. Что? Украли сахар. Я не знаю, что они не обманывают. В последнее время учитель из случая мошенничества. Обман. Да, обман. Обман. Говорят, что без сахара люди... Ладно еще, кто здоровый человек, нет проблем с сахаром в организме. А вот диабетики покупают, да? А ведь все же. Ты веришь? День, может хватит? Там уже пол шоколада съел. Всю съел. Ну тут была половинка, здрасте. Ну ладно, защитница. Ну что? А ну ты кусочек съела, ах ты. Я малюсенький съела, и то он весь в зубах. Ну и что ты хотела сказать? Будьте... Нет. Бдительная. С одной стороны, огорчает. Он хочет жить расслабленно, верить людям. А получается, что что? Нужно быть постоянно на чеку, на решении, чтобы тебя не обманули. Так ладно, еще тебя обманули. Человек берет грех на душу, что он это сделал. Ну, может, это воздастся, все. Это жизнь называется, Кристинка. А в жизни есть правила. Я думала, что я закинул. В тебя? Жизнь — это такой процесс, такая штука, как и везде. Это игра. Это должно быть правило. Нужно по нему играть. Законы физики есть, да? Ну вот, есть игра «Мошенники» называется. Знаешь такую игру? Ну, побеждает так-то. Вот это. Побеждает сильнейший. Нет. Вы, говорят, сюда побеждает добро. Не факт. Извини, сколько... Подожди, а сколько ситуаций. Иди-ка сюда ко мне. Вот эту тему мы сейчас с тобой обсудим. Вот красиво мне нравится. Иди сюда. Больше красиво вот здесь вот светится. А вот там вот на нас светится. И вот здесь я еще включу под свет. Смотри. Я когда наелась бы. Мы новогодние такие девчонки сегодня. Давай, давай. Они любят. Помнишь, как мы про туалетную бумагу лучше? Нет, я не хочу сказывали. Ты помнишь, как? Конечно. Не могу потянут стук с ним. Короче, я к тому, что... Эй, а где горы жены? Так оно вообще уже никакое. Ты будешь? Мы уже стоим. Это его мороженое. Ты съешь? Глянь, слышь, я сижу у разврата. Ты всегда? Ну вот, спасибо. Можно я себе? Спасибо. Деня меня сегодня подкармливает. Спасибо. Я к тому, что... Ты говоришь, побеждает добро. Жуй, жуй, жуй. Я так считаю. Я не соглашусь, что побеждает добро. А часто живешь по правилам тогда. Что ты никому не делаешь плохое? Нет, подожди. Не, ну если ты говоришь в итоге... Угу. То есть в итоге. Ну, точечному побеждают чаще мои мошенники. Нет, подожди. Хотя нет, но есть здравые люди, которые не ведутся. Ну, точечные, это понятно. Но это же еще не итог. Это промежутки, это шаг какой-то. Следующий шаг. В общем. А я лучше... Это же съешь волшебное пирожное. Нет, я не хочу вот сладкое. Это что-то у меня вообще нет. Ой, как я тебе завидую. Не хочу. Это, наверное, потому что... Расскажи ты про варенье без сахара. Вот это вот... Варенье без сахара. Не знаю, кому верить. Зашла в пятерку недавно. Купила мед. Очень вкусный первый раз. Вот с маточкиным молочком. А, Кристинку недавно развели куда? Крис, короче, развела тему вы? Нет. А вчера я смотрела... Кристинка смотрит телевизор. Этим все сказано. Ты тоже хотел. Кристиана съела твое пирожное? Ты же сам у вас... Ты же сказал, я его съел. Скажи, ну, молодец, Кристин. Приятного аппетита. Очень вкусно. Скажи, молодец, Кристин. Тоже из пятерочки. Приятного аппетита. Спасибо, моя краса-краса, Дона. Краса-краса. Все-таки дай мне кусочек. Черничная. Тут облизываешь, только не ешь. А, распробовал, да? Вкусно? Он видит, как я ела. Как вкусно я его ела. Скажи, Кристиана так кушает, что невозможно. Он не хочет, оно ему не это, да, походу? Да нет, смотри, распробовал. И правильно, тебе чуть-чуть надо, много не надо. Ну, он туда, но обратно. Оно ему сильно не подходит. Вкусно? Да. Не балуйся только. Короче, мы с Кристофей Роберном ложимся уже скоро спать. А сколько время? Блин, надо Даньку ложить. Да. Ой, спасибо. Скажи, выкини, Кристиана. Да вот это. Спасибо. А-а-а. Это все, что мне осталось. Да это вторая уже. Третья. Вторая? Одну я положила тебе в холодильник. Зачем? Как? Съешь ее. Я не буду ее есть. Спасибо, спасибо, спасибо. Не будешь, а почему? Ну, потому что не хочу. А завтра? Да нет, я их не ем, я уже их попробовала, я ела их. А зачем ты купила? Это мне принесли, приходили гости, когда принесли мне вкусняшки. Какие-то острые, Ленуська принесла зефир, я его тоже ела. Да, сладостей нет. Я вот зефир особо не люблю, но бывает хочется, вот особенно. Там же вот говорят на белке, да? Да. Я очень люблю вот этот безе, вот это суфле, вот если там это, бывают какие-то вкусненькие, вот попадаются. Я тогда доел. Да, да, да. Спасибо всем. Так, мне надо тест тут пройти. Что ты говоришь? Ребята, какие знает, не признается. Дэнни, алфавит знает. Дэнни, расскажи алфавит. Сделай паузу. Не хочет. Расскажи, Кристина, алфавит. Ну, пожалуйста. Давай, А, давай, А, дальше. Б, В, Г, Е, Ж, З, Градкая, К, Л, Л, Н, У, Б, Р, С, Т, 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 В, Ф, Х, С, Ч, Ч. Ш, 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 Ч, Т, Трэгий знак. И. Мягкий знак. Мягкий зубок, Э, Ю, Я. Молодец. А расскажи это про стихотворение про букву А. Кристине, ты не рассказывал. Буква А. Буква А. Алла, Сипа, Алла. А смотри, его не заставишь, на самом деле, что-нибудь рассказывать. Вот так только дома мне, а когда кому-нибудь нет, а тебе, глянь, рассказал. Ну, конечно, актер, а он где чувствует, что он дошел? Ну, короче, ждем новых стихотворений. Ну, к Новому году же будет что-то вам давать. Ну, да, я думаю, будет. А сами учили или в садике учили? Сами, он очень быстро запоминает, с ним вообще легко учить. А у тебя также память такая, да? Да, да, я даже и не знала. Я ему просто два раза читаю, потом мы вместе повторяем, потом он все сам рассказывает. Ну, это простые стишки. Ну, все равно простые. Что-то ты все сожрал, поговори. Буква И наискосок. Примеряла поясок. Снизу вверх его тянула. К правой ножке пристегнула. Молодец. Спасибо, солнышко. И стишок. Я. Ну, такая вот буква И. Наискосок. Примеряла поясок. Снизу вверх его тянула. К правой ножке пристегналась. Та-да-дам. Та-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Все, кресик. Не ожидала, да? Ну, да, не ожидала. Смотри, тебя я даже это провожаю, это кошачки наши. Да, я его здесь оставлю, мелочку заберу, иначе они бегают как самки. Ты боишься её, да? Пойдем, мои ночные животные, а то они любят вот это, устроят этот тертисток. Все, спокойной ночи. Деня, ложимся спать. И Милка с нами. Всем доброе утро. Время 8 часов уже 10 минут. Нам осталось 20 минут, чтобы дойти до садика, чтобы нас пустили. Все строго. На улице, кстати, чуть морозно. На улице, кстати, чуть морозно, но вроде ветра нет. И прям даже я так утеплилась, Денька утеплила. Но не очень холодно. Прям вот сегодня мне нравится погода. Кристинка уже тоже проснулась. Сейчас я Деньку отведу, мы попьем кофе. Снимем видосик один на ее канал. Интересненький, веселенький, чтобы вам весело было. Посмотрите. И потом поедем в центр. У меня сегодня маникюрчик. Хочу сделать маникюр такой, как у Кристинки. Перламутровые такие пальчики. Красиво будет. Вот. Сейчас идем. Блин, есть же люди, которых ты встречаешь вот на улице, даже идя в своих каких-то заботах, мыслях. Вот ты видишь лицо знакомого человека, которое тебе нравится, у тебя растягивается невольно улыбка. Классно. Денька, кстати, второй день, вот никто его не встречает, и он прекрасно, самостоятельно заходит. Без скандалов и без криков. Мама счастлива. Я ведь только с мороза. Ну что, доброе утро, Крис. Доброе утро. С ума. Ты так хорошо выглядишь с утра, прям. Потому что кто раньше встает, кто себе уже кофе нальет и в интернете полазит. Молодец. А я, как всегда, с мороза, видите, красотка. Ты заметила, что лицо с мороза вообще, как будто опухоль сошла чуть-чуть, нет? Как будто, извините, это же свежий воздух, это же легкий морозец. Смотри, теперь переверну. Сля, опушкин, и вообще... Ей не нравится твой кофе. Жиловая сарделька, но сарделька. Да. Колбасня. Сарделька, она у тебя спокойнее стала значительно, определённо. Она чувствует себя мамой, походу, над Барбосом. Она прям такая... Что уже опять не так? Скажи, я тебе сказала, надо закапать, закапать, закапать. Я не беременная. Не беременная. Да, это ответ на все комментарии у Кристины под видео. Просто сейчас в моде. Я пытаюсь быть в моде? Она пытается быть в тренде. Сейчас... Я тоже уже туда иду к вам, в компанию XXL. Ну, ты тоже идёшь? Я ещё пока тоже. Ты тоже ещё пока... Ну, мы идём вместе. Я тоже к вам иду такая, да. Ну, ты же уже определила, что ты в тренде. А я ещё не в тренде пока. Хотя кто-то считает, что я уже в тренде. Вот она реально стала... Я её чуть-чуть меньше стала бояться. Она стала прям спокойной. Ты прям энергию чувствуешь более спокойной. Ну, она более такая. Она прям такая играться постоянно. Я усиленно делала зарядку. Там, руку вот так она... Так она наиграется теперь с бантиком, конечно же. Ну, ни разу не видела. Когда они играли? Вчера, вон, я тебе говорю, смотри, лежат. Она в коробке лежала, а он за коробкой. И друг друга они... Да, а вот если бы я открыла двери и оставила их так, они бы носились вот здесь отсюда, по тебе, потом по мне. Ну, уже надо нервы, юбуси, шелестели бы. Аура положительная. Вчера у Селены. Короче, сначала, во-первых, изначально мы пообедали. Очень вкусно. Очень вкусно. И полезно там была эта рыбка. Сердеть. Сердеть. Ой, да вообще целый день вкусный. А потом сладости. Я зефир вот раньше вообще не любила, а у неё Еленусик принёс один зефирчик там такой какой-то с кокосиком. Хэппи-хэппи. И вторую там стоят такие вкусняшки. А как это называется, вот это вот тесто? Мус, наверное. Да это вот какие-то современные, они как-то называются. Это не просто мус. Короче, вкусняхи с пятёрки. И шоколадка без сахара. Ну, не могла. Я думаю, блин, ну это что, я давно не приезжала к Селине. Не надо. Вообще, когда просто я ем сладкое, у меня вот на лице потом такие вот красные. Да. У тебя тоже такое бывает? Ну, я не знаю, от чего у меня бывает. То ли я забуду умыться, то ли это... Ну, у меня от сладкого, я помню давно ещё, помню, меня когда начало высыпать, я одно время, блин, люблю именно вкусное сгущённое молоко, а только вот хорошее. Я, не знаю, очень-очень давно тоже куплю себе баночку и такая дырочку сделаю, я такая, тын-тын, попью сколько, ну или вообще вот так вот вырежу. Мама такая как-то смотрит на меня. Я поворачиваюсь, она такая вот такая замерла, такая, а ты потом говоришь, от чего тебя высыпают? Конечно, стойка говорит, от сгущённого. А я такая стою, говорю, ты думаешь, что таки от этого? А я тогда задумалась, что да, я сейчас заметила, вот у меня вот, видишь, чесоточный красненький соскочил. Ну, конечно, нужно всё в меру есть, Кристюша. Я думала, блин, ну, если кайф, ты прям... А потом тебе говорят, что Кристина беременная. Ну, это же значит... Там сгущёнка, девочки. Там вкусные, блин, ну, если от души предлагает, Дэня ест, смотрю, да даже спасать... Да, конечно, забей, но всё, расслабляйся. Короче, что у нас в планах? Да, по видео со мной. Это влог с Кристиной. О, влог Кристина! Кристина, влог Кристина. Распаковка Кристина. И меня чуть-чуть. А что? Ну, её редко, она бывает, у тебя надо по полной брать. Да, и кушать, и... Зато... Да, вот так могу сделать забавно. Короче, сейчас мы базарим, базарим с Кристиной, базарим. Что, у нас базар нет? Болтаем, да, а потом едем в центр. Кристина же мне подарила супер-классные ботики. И я говорю, давай, я сегодня как-нибудь наряжусь, чтобы ботики одеть. Ты меня пофоткаешь на улице. И Кристина тут же говорит, ты меня пофоткаешь, у меня тоже новая гуртка. Да? Ссылка на ботики в видео сегодня выйдет. Девочки спрашивают, а где это? Ты уже их показывала, да, где-то эти ботики? Сегодня? Во влоге сегодняшнем? Не влог, мне нужно это, я сниму сегодня. Это же видео не сегодня будет. Ну, торопись. Ничего, заглянись, торопись, подпишись, не забудь посмотреть видео. А ты в видео в этом будешь говорить, что ботики это мне подарила? Ну, конечно, уже везде. А, не вжимая? На самом деле на машине я всю зиму проходила в своих вот этих осенних. У тебя они как раз высокие, а там закрыто всё. Да, и в них тепло. Короче, Гриша подарила мне супер-мега бочки, модные. Вот, и я хочу сегодня надеть платье какое-то, эти ботики. Платье хоть будем носить вот с такими, да? И удобные, и красивые. Ну, я платье хочу надеть какое-нибудь такое. Или худи длинное. Какое-нибудь такое? Ну, да, да, да. Какое-нибудь спортивное, да? Мы с Кристиной вчера, она помогала мне, застёгивала на мне платье. Я на свой второй канал снимала мини-платья, миди-платья новогодние, такие вечерние, да, то есть не повседневные, а вот именно такие вечерние куда-то на выход, на Новый год. И следом видео с длинными платьями. Кристинка на мне их застёгивала. Мы, конечно, каждое платье вот просто я одеваю и вообще... Да просто одевает, просто Селена одевает, и я смотрю, и я хочу их купить и забрать. Что за человек, понимаете? А я хочу их оставить, понимаете? Мы от сердца их просто отрывали, каждое платье, блин, как стройнит, как делает. Нет, просто каждый человек, может быть, по-разному надевает, и что-то говорит, она надевает. И знаете, вот в мульте, когда корову продавали, одни продают, ну, смотря, наверное, кто надел бы. Короче, она надевает, и... Я в себе же выцеглиняла там наряд. Смотрю... Не, ну я буду по-любому носить. Вот мне кажется, я буду носить прям. Она прям классная. Но только длину укоротить чуть-чуть этой юбки, она слишком длинная. Чуть-чуть придётся, а то, конечно, не хочется, но вот красиво, да, когда по полу? Да. Ну, можно вот сюда на шею кладеть тогда, или вот сюда натянуть. Ой, ну не настолько прям всё, а вот чтоб шлейф сзади был. Ну как это? Ой, а я длиночку спереди вот так сделаю, чтобы сзади шлейф был двойной. Ручки можно выделить по юбке. Короче говоря, смысл в том... А знаешь, почему это? Потому что, когда ты искренне любишь то, что ты продаёшь, это люди видят, им тоже это хочется. А когда ты продаёшь так, ну так, побыстрее избавиться, это тоже люди чувствуют. Это же не скрыть. Да, одевается, всё хочется заоставить. Потому что не зря она у меня столько времени висела. Я же не зря себе хотела это оставить. Я каждый раз одеваю платье, кручусь и понимаю, почему оно так долго висело. И его ещё хочу оставить. Думаю, ну всё, хватит, уже нужно. Действительно, ну не ношу я таких платьев. Нужно, чтобы одежда нашла своего героя. Да, и у меня и мероприятий каких-то не намечаются. А даже если намечаются какие-то мероприятия, то у меня уже полно нового всего. А для кого-то это будет новое сейчас. А ты, значит, старая. Ты неправильно выражаешься. Просто вот я сейчас хожу в одном костюме уже, я не знаю сколько. Вроде бы и вещи есть, но я всегда залетаю в один костюм, вот во что-то влезешь, вот в одно я себя движу, вот у тебя костюм вот тоже зелёный. А как сказать? А как сказать? Сейчас, подожди. Не, ну я вроде новая, ну у меня полно нового. Во что-то залетаешь и ходишь. Ты тоже, как бы, я смотрю, сильно так вот. Ты Веню отвела, спрыгнула в машину. Я в этом костюме постоянно даю. Короче, говорят, девочки, переходите на мой второй канал, переходите на канал Крестюша. Сейчас там очень много распаковочек, много новиночек. И к Новому году. Короче, подписывайтесь на наши каналы, и будет вам счастье. Да? Да, да, да. Я ничего не имею против мужчин. Их просто нужно любить носить на руках. Вы сама разберётесь с домом, как выбивать уголки, стелить ламинат. У Селены вот, она прекрасно линолеум сама постелила. Мужчины нужны для красоты, чтобы он записывал стихи. Поэтому, девочки, всему этому можно обучиться. Ну, Селена уже подзаканчивает, а я только начинаю. И, ну, в смысле, есть обучающие. Как жить женщине, девушке сегодня и оставаться при этом леди вот с такими вот ногтями. Которым пора коррекцию. Ты сама говорила в прошлом видео. А я сегодня пойду идёт коррекцию. Короче, это была мини-презентация Кристининого канала. Подписывайтесь. Ссылка под видео. Я решила... Да нет, я давно уже хотела дауншифтинг. Хочу на остров куда-то переехать. Но в последнее время, если бы... Вот как раньше, вот 20-30 лет назад, да, человек мог легко уехать куда-то... Ну, мне кажется, по крайней мере, такое ощущение страха никакого нет. А сейчас, на самом деле, я даже, если я остаюсь где-то одна, какой-то страх чего-то, кого-то, да, вот что... Короче. Я бы с удовольствием на остров куда-нибудь, ну, или хотя бы в Турцию. Вот хочется, во-первых, сменить что-то, во-вторых, более... Ну, короче, что-то хочется. Короче, Кристина подначивает меня, говорит, поехали в Турцию жить. А многие на зимовку хотя бы, ну, хотя там не сильно та и жарко, лучше тогда на зимовку в Таиланд. Вот, хотя бы на зимовку. Говорит, собирайтесь, все семьёй поехали. А ты чё думаешь? А ты чё говоришь? Я думаю. Не надо думать, уже зима на носу, она думает. Надо брать чемоданы, бросать. Мне вообще всё хочется вот там вот, вот в той части, куда я сегодня поеду, закрыть всё, плюнуть. Пусть там... Нет, сначала она вас научит, как делать ремонт, а потом плюнет и уедет в Турцию. Короче говоря, я думаю, почему, потому что, ну, есть важные... Да потому что... Важные делишки, которые... Сёрфинг, мы можем плавать на сёрфинг, можем обучать людей сёрфингу, там все так делают. Я смотрела передач. Научиться сначала надо сёрфингу. Мне кажется, это непросто. Короче, есть делишки важные, но что ты не знаешь? Их надо закончить сначала. Потом уже решать. Закончим и решим. Потом уже решать. Путешествия ещё будут в нашей жизни, во-первых. Во-вторых, я сейчас прохожу обучение по финансовой грамотности и по коучу, по финансам. Я прокачаю всех сначала. Всех. Мне психолог, извини, что я тебя перебиваю. Короче, когда я всех финансово прокачаю, мы все разбогатеем. И поедем. Ты заработаешь их. Вот так. Нравится вам. Я тебе даю не рыбу, а удочку. Ты дашь удочки всем. Спиннинг. Я дам всем удочки. Супер наживки. Я посажу в самое рыбное место. Я сделаю так, что вы найдёте самое рыбное место. Вот так. Я сейчас на самом деле прохожу обучение. Вот это первая неделя обучения. И, во-первых, этот тренинг уже на мне показали, то есть на вебинаре показали, как он работает. Я просто окрылённая была неделю. И как раз таки сразу уже начинается тренинг. И нужно продолжать, потому что ты ставишь все задачи, выполняешь их и продолжаешь. И это очень круто. Это очень вдохновляет. Это просто вырастают крылья какие-то. Хочется горы свернуть. И как бы мы сами в тренинге, то есть мы прокачиваем себя и тут же обучаемся, как прокачивать других. Это очень круто. Поэтому я верю в свои силы. Всё будет круто. Ты веришь в меня? Или ты ждёшь? Я верю в твою... Россия! Кристина первая. Я верю в твою... Я уже претендент. А если я увижу, что ты кого-то... Взяла. Не подсо, если ты кто-то взяла, переви меня, я обижусь. Я прочитала, что у мужчины, женщины, обидчивость. Вот, а кстати, оказывается, муж и жена, вот ты ушла как раз. Муж и жена, одна сатана. Почитайте, са, вечная жизнь, та смерть, и на... Ещё что-то... Что-то там, вечность. Замудрила. Нет, я прочитала. Короче, ты будешь первая. Да, смотри. И поэтому у мужчины там что-то там, а у женщины скрытая обидчивость. Если вы видите, что мужчина темпераментный, гневный, мужчина внешность, а женщина внутренность. Поэтому, вот если я задаю обиду, скрытую... Держись. Ну, мужчин рядом со мной пока нету, ты не увидишь, что это агрессия. То есть, он проявляет, поэтому, ты не увидишь... Короче, лучше с тобой не шутить. Но если я буду скрытая, то значит, я обиделась. В общем, я пообещала вот так на всю страну, на весь мир. Все, заметан. Представляете, вышли с Кристинкой, выходим такие, кривон машина, идем, и я понимаю, что я вот все, собрались, нарядились, фотосессию, думаю, там пофоткаемся, где это там образ. Ключи от машины забрал. Так что Кристинка внизу уже. Я за ключами поднимаюсь, не люблю возвращаться. Бесит. Время трат... Это вот чисто пустая трата времени. Просто возвращаться. А то, может, я что-то забыла. Скорее, Крис, бежим. Быстрее. Холодно. Ай, жопа мерзнет. Аккуратненько. Трятки уберу. Смотри, пожалуйста. Давай ей подарки. Аккуратно не кидай. А что там у тебя яйца? У меня там дороже яйца. Чего у меня с него? Я залазил? Красиво. Да, его. Давайте жопку сразу погрею. Давай! Самый кальф. А пристегиваться он... Пока можно не пристегиваться. Мы сидеть будем сейчас тут греть машину. Целая увидела со мной. Да потому что это и есть влог с Крис. Ну не с Крис, а Крис. Влог Крис, блин, одна. Тебя закидали потом. Помидорами тухлыми. Что, что ты сказала? Здрасте. Я сказала, что мне нравятся маленькие козлята. Ты кого козлом назвала? Маленькие козлята мне нравятся. Они такие смешные, потешные. Что, нормально, Курсков застегивается? Нормально? Да руки, блин, накоченели. Холодно, да? А ну застегни. Мы сейчас... Крис, застегни, говорит, мне. Дала мне сумку свою, главное, понимаете? Шапку, кофе держу. В другой руке... Давай, работай. Что-то пошло не так. Короче... Глянь, на них вы. Что ты скажешь? Что, матюкаешься? Да нет. Короче говоря, у нас сейчас была фотосессия, видеосессия. Мы тут фоткались, седы, седы, все классно. У меня, короче, 5 минут. Она где остается? Я уже побегу сейчас. А Кристина, я не знаю, что. Я не знаю, что. Я говорю, где твоя остановка? Я не знаю. Я не могу. У меня вот что. Начинается. На, держи. На, держи, я сама тебя застегну. Только не сломай. Все, держи. И шапку Армани мою крепко держи. Сейчас я... Преклонюсь и застегну. Крошки, я пришла на ноготочки. К Лизе. Привет. Вот мой образ вот так, смотрите, да? Без это... Я даже, блин, не сфотографировалась без куртки. Все в куртке. Ну, холодно там было раздеваться. Короче, это мне вот Кристинка подарила ботики. Спасибо, Крис. Что, мои хорошие, я вышла с маникюрчика. Смотрите. Как и говорила, я сделаю, как у Кристинки. Мне сделали чуть острее форму. Вот. И сделали молочный. И покрыли блестками. Вот. Короче, мне нравится. Красивенько, нежненько. Прямо то, что надо сейчас. Такая в преддверии Нового Года, да? Блестит. Все блестит. Так, сейчас я поеду за поясом. Потом вам в покупках покажу. На Вайлдберрис. На Вайлдберрис продается такой пояс крутой. Сейчас я его пойду заберу. Ну что, вот показываю я вам, какие ноготочки мне сделали. По-моему, очень даже ничего. Такую музыку тут выключим, а то мало ли что. Вот. Но Кристинки чуть другие были. Мне кажется, у меня чуть-чуть покрупнее. И оттеночек другой. Но мне нравится в целом. Все хорошо. Кристинка ушла. Еду. Уже не то настроение. С Кристинкой всегда весело. Ну что вы думаете? Кушаю, смотри сериальчик. Ты. Уже третий сезон. На Нетфликсе. Ой, все, мой хороший. Поела. Сериальчик чуть-чуть посмотрела. Сейчас поеду домой. По дороге заеду в магазин детский. Сейчас заеду в детский по дороге. Как это я сидела и не закрыла машину. Уж как отломится эта женщина ко мне уже. Эй, там. Чешки, короче, надо купить. О, поеду, заеду. Удивительным образом, кстати, эта женщина, она именно прям вот пришла, когда я все уже, понимаете, взяла камеру и собираюсь трогаться. А не только, когда я ела, знаете, у меня тут с этот майонез стек по щекам. Представляете, я зашла в магазин детский. Там куча чешек, вот есть все размеры, только не наш, понимаете? Ну вот, эй, ветка, чуть не убила меня в прямом эфире. Ладно, блин, пойду еще и поищу. На ноготочке-то огонь у меня, да? Только сделаешь маникюр и хочется сразу выпендриваться, ногти свои показывать везде. А вот это мне, пожалуйста, вот это. Вот это. У меня ничего тут. Нормальная губна, нос. Нос, глаз. Ой, мои хорошие. Сходила за Денечкой, забрала его садик, а домой привела. На улице ветер, морозно, прям... Я прям бесилась, пока слава. Не, кисечка, не надо эту вкусняшку. Это плохая, это не для деток. Другую вкусняшку. Иди ручки мой, солнышко. Иди ручки помой и буду вкусняшку кушать. Так хорошо провела эти дни. Так классно. С Кристинкой. С Кристинкой я не думаю вообще о своих проблемах. Мне с ней весело всегда ржать. Конечно, я очень рада, что у меня есть этот человек в жизни. Всю мою жизнь она есть, и я этому очень рада. Всю мою хорошее. Я вас люблю, целую, прощаюсь на следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok